всех приветствую хорошего вам настроения я продолжаю вести свой видео дневник прохождение курса твп трансцендентной медической психологии автор мастер наставник владимир древс следующая часть продолжаем говорить и рассказывать про ум это такой инструмент который нам дан который относится к тонким телам и в этой части рассказывается о наслаждениях в разных энергиях в разных гунах на санскрите это говорится более подробно можно прочитать об этом в книге бхагавадгита как она есть бхагавадгита как она есть так 18 глава стих 37 38 39 далее рассказываю коротко до счастье в невежестве это иллюзия счастья счастья нет в начале счастья нет в конце там идет счастье в страсти счастье в страсти то идет наслаждение и счастье от этого в самом начале только в конце идут страдания это когда вы что-то делаете получаете от этого удовольствия а потом за это платите и самое классное это счастье в благости счастье в благости это когда вы трудитесь а в конце получаете то самое счастье и наслаждение получаете результат который остается с вами на долгое время далее примеры спорт ранний подъем отбой питание здоровое при переходе к этому поначалу тяжело но потом когда развивается привычка нарабатывается то человек уже испытываю счастье и радость очень важный момент что подобные привычки и аскезы для мужчин и женщин и разные стоит это изучить этот момент какие для женщин какие для мужчин гуна благости дает пробуждение и побуждение к самоосознанию желание понять себя мир и источник всего это понять кто такой бог что такое бог и так далее такие вопросы у человека появляются становится это интересно в страсти человеку он постоянно куда-то спешит спешит он постоянно занят в бурной деятельности и думать ему некогда в невежестве он находится в иллюзии в иллюзии удовольствий но на самом деле он страдает очень хороший пример это алкоголики наркоманы они находятся в невежестве в иллюзии наслаждений от дозы к дозе и так далее они страдают в самом начале принимая отравляющие вещества и в конце когда уже организм разрушается и психика разрушается в гуне страсти сначала хорошо наслаждение потом страдания также иконы невежества хороший пример это фильм ужасов там тоже наблюдаются страдания и потом тоже страдания от этого то есть наблюдаешь как страдают другие потом внутри сам страдаешь соприкосновение с любой гунной энергией активирует программы отпечатки подсознание прошлого опыта в той же гуне этой же энергии поднимает кому возникание желанием повторить этот опыт то есть если например вы соприкоснулись с чем-то невежественным и у вас есть опыт наслаждений в невежестве вам ум через подсознание достанет все что с этим связано и предложит еще раз это сделать и с каждым повторением это будет усиливаться на начальном этапе это можно изменить и контролировать так далее очень важный момент это три иллюзии этого мира и три истины первое первая иллюзия это каждого человека это я великий истина это бог великий источник второе я контролирую иллюзия такая истина это бог контролирует третье я наслаждающийся чтобы это правильно понять надо понять что бог и мы это одно целое и он наслаждается через нас далее переход в благость он труден но дает много истинного счастья и радости жизни как говорят священные писания и мудрецы которые живут по древним законам даже не то что древним а единственно верным не иллюзорным законом что это и есть настоящее счастье все остальное части иллюзорно и потому дает страдания то есть если у вас действительно настоящее счастье благостное то у вас не будет страдания от этого такой критерий можно для себя взять далее озвучу вам рекомендацию рекомендация такая анализ рекомендуется анализировать и отслеживать свое состояние свои желания в каких энергиях находишься к чему тянет и почему по каким причинам и усиление разума через духовную практику изучение законов мира вселенной и законов бога так так дорогие мои переходим к следующему моменту который обозначен как заколдованный круг что же это за заколдованный круг такой осознанность здесь и сейчас состояние лечит нас то есть осознавать себя здесь и сейчас это тоже получается благость и это лечит ум ум любит спокойствие и умиротворение правило хорошо для ума но переход труден к ним он будет бунтовать возмущаться поругаться особенность тем кто это будет ему как ему будет казаться навязывать почему дети переход к вечеру и продолжение на правило хорошо для ума но переход труден к ним ум бунтует и возмущается об но при достижении дисциплины осознанию правил реализации ум успокаивается возвращаясь своей природе благости постоянство гармония духовная практика чистота вокруг музыка благостное спокойно умиротворяешь питание не дающие разрушительных последствий все полезное это все все нравится уму и он к этому стремится бардак разрушает психику он напрямую связан с подсознанием ума задача прикосы при при соприкосновении с чем-то делать запрос подсознание а был ли опыт связанный с этим затем оценка происходит и если позитив то повторить погрузиться в это наслаждение получить часть а если негатив то отказаться вот такой процесс а если происходит другой процесс процесс переубеждения и получен позитив то предыдущий отпечаток переписывается дополняется новым опыт расширяется и в следующий раз предлагается еще раз попробовать но разум опираясь на знание может сказать что не не надо ведь может быть сначала хорошо но потом негативные последствия да это разум может помочь в этом ум может доставать еще образы настаивая да еще еще сколько есть опыт наслаждения в прошлом усиливая желание повторить это вырабатываются гормоны и при каждом повторении привычка самскара усиливается так и возникает заколдованный круг очень важно понять на начальном фазе этого процесса можно и нужно отказаться взять через разум под контроль этот процесс но позже уже конечно не стоит блокировать иначе могут быть срывы накопление неудовлетворения гнев болезнь и так далее ну и чтобы эффективнее работать с этим нужно усиливать свой разум усиливать свой разум через получение авторитетных знаний реализовывать их и через духовную практику это заканчиваем эту часть в следующей части с вами увидимся там я расскажу каков он этот ум что это за инструмент благости вам умиротворения и бесконечного счастья до встречи друзья